Дорогие друзья, всем добрый день, добрый вечер. Как вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я рада вас приветствовать. Сейчас я так настрою немножечко свое рабочее место. Мне так лампа в глаза светит. Вот так, наверное, да? Отлично. И мы с вами сегодня будем слушать историю успеха успешных людей, слушать о том, как может ваша жизнь измениться. И сегодня на этом вебинаре буду работать я, Монакова Елена. Я уверена, что многие меня знают. И если кто не знает меня, то большая просьба, поставьте, пожалуйста, единички. Кто не знает и ни разу не слышал, мне было бы интересно, есть ли такие люди у нас на вебинаре. Ой, здорово, спасибо вам большое, что вы есть. Ну, просто здорово, отлично. Отлично, очень хорошо. И как раз будет вам это интересно узнать. Как же Арифлейм может быть нам полезным в жизни? Отлично. Я хочу поблагодарить вас, что вы подождали меня. Если эхо, да, вы напишите сразу, хорошо? Если эхо есть, да, или нет эхо сейчас. Я хочу... Ну, отлично. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы включили в переписку по городам. Прекрасная география. Украина, Россия, Молдова, Беларусь, Казахстан, города. Все просто здорово. И я желаю нам всем отличного международного бизнеса вместе с Арифлейм, партнерства с Арифлейм. И сегодняшняя моя тема – это возможности Арифлейм. Какие есть возможности? Что дает нам бизнес? Арифлейм – это удивительная компания, которая помогает нам каждому раскрыться, каждому самореализоваться. И я хотела бы вам показать свою историю успеха, как все двигалось, как мы начинали. Она у меня будет немножечко в фотографиях, в картинках. И я понимаю, что для тех людей, которые меня не знают, для вас будет это очень интересно, потому что как в бизнесе мы меняемся, какими мы становимся. На сегодняшний день Арифлейм у нас с мужем семейный бизнес. Мы в бизнесе 18 лет. Когда меня пригласили в бизнес, я была уверена, что это будет на 2-3 месяца. Я поиграюсь и брошу. Вот я была в этом уверена, я вам честно скажу. Я знаю, что многие из вас, кто начинает бизнес, тоже так думают. Ладно, попробую, а потом посмотрим. Скорее всего, брошу. Но если есть такие люди у нас на вебинаре, пожалуйста, поставьте двоечки, кто тоже так думал, что я не одна такая. Пожалуйста, поддержите меня. Были ли у вас такие мысли? Попробую, а потом брошу. Спасибо вам большое, что вы есть, потому что, спасибо за честность. Я скажу честно и откровенно, это так было у меня. И вот вы можете посмотреть первую фотографию, которая показывает, как мы начинали. Это вот мы предприниматели с мужем. У мужа был вот такой вот бизнес. Он потом начал расширяться, вот такие мы молодые, 18 лет назад. Такой Виталий Монаков, такая я. Я сама очень люблю эту фотографию, она у меня такая, знаете, знаковая. Поэтому вот так мы начинали, это 18 лет назад, выходит, сколько что-то, 95-97 год, вот где-то так. И позже, когда пришла ко мне моя подружка, позже Кума, это Наталья Токтамир, стала моим спонсором. Да, это уже ретро у нас такое. Виталий такой похожий на кота Базилио здесь в очках, правда? Пришла и сказала, давай займемся Арифлейм. И что из этого получилось? Вы видите, это первая фотография, когда мы приехали на банкет директоров. Я скажу вам, я долго не думала, говорю, давай, потому что надоело сидеть дома. И я в декретном отпуске была, Никитке было 4 года уже, уже нужно было принимать решение, выходить на работу или еще декретный продлевать. Ну вот, как-то вовремя, очень вовремя пришла подруга Наташа Токтамир и сделала предложение, давай чем-нибудь займемся. И вот, ну, одна, и мое предложение принятия Арифлейма, оно было сразу. Ну, потому что девочки в декрете меня поймут очень долго, когда сидишь, начинаешь прописать просто. Все достает, стирки, уборки, кастрюли, все это достает. И это первая фотография, когда мы приехали на банкет, на свой первый банкет директоров, я впервые увидела основателя компании. Вот это моя спонсорская цепочка. В красном пиджачке это Наташа Токтамир, мой непосредственный спонсор, подружка и кума. А рядом стоит Ирина Повалева, это Наташин спонсор, ну, уже непосредственно Ирина у Розаны. Вот от Розаны, получается, я в четвертом поколении. И рядом со мной, вот в очках стоит, это первый генеральный директор Арифлейм Украина Дмитрий Ермоленко. Мы его очень любим, и для нас это очень важно, когда он приезжает на все мероприятия компании. Он давно уже живет в Испании, он уехал, да, очень давно. И хочу сказать, мы очень, знаете, для меня это очень такая знаковая фотография. И я, кто помнит, Дима, я вам очень благодарна, что вы его помните, Вика, отлично. Я покажу вам первую фотографию. Это мой первый банкет, то есть это было перед банкетом. Мы приехали на сервисный центр в Киеве. А вот самый первый банкет директоров. Я вам скажу честно, мы предприниматели. И как все предприниматели, мы все считаем деньги. На тот момент, когда мы выполнили условия директора, мы закрыли звание, и компания пригласила нас на банкет директоров, мой муж и я, мы подумали, что нам не нужно ехать, потому что это растраты, нужно снять квартиру, купить платье, купить туфли, купить костюм. То есть затрат больше. Вы помните, вот этот момент, он очень, ну, знаете, еще предприниматели, базарники такие, мы даже не понимаем, что нам нужно вкладывать в себя дальше и двигаться. То есть мы думаем, что это расходы. На самом деле нет. Это фотография, вот представьте, ей 18 лет, и она у меня архив, и она вот подтверждение того, как нельзя думать, как не нужно думать. Вы знаете, я на вот этот банкет, ну, на этот банкет платье, я тогда говорю, у меня нет платья, я не поеду на банкет. Розана, настоящий спонсор, привела меня домой, сказала, так, выбирай платье, и Розана мне дала платье. Вот этот момент, он для меня был такой, вы знаете, ключевой и важный, что ты здесь можешь помогать людям, даже в простых вещах, вот таком, ну, даже в этом моменте. И думаю, вот это здорово. И она мне отдала свой билет. Вот я сижу на месте, вот Розаны с Наташей вместе со своим спонсором, и для меня, конечно, банкет директоров, он перевернул все мое восприятие внутри. Я не ожидала, что это будет настолько грандиозно, настолько здорово. Поэтому я хотела бы, чтобы вы сейчас поставили плюсики всем своим спонсорам, которые у вас есть, которые, независимо от какой, ну, какой линии вы от Розаны, поставьте плюсики, поблагодарите за то, что они вас пригласили в бизнес. Потому что с этого момента жизнь начинает меняться, и самое интересное, в лучшую сторону. И я хочу показать вам потом свой путь, как мы двигались. На самом деле, раньше не было, в тот момент, 18 лет назад, не было тысячи долларов премии. Премии начинались сразу с золотого директора, с двух тысяч долларов. Вот вы знаете, вам очень повезло, потому что вы сейчас стартуете, новички и первые партнеры, и менеджеры. У вас есть 3 месяца, вы получите свою первую премию тысячу долларов от компании, приглашение на банкет директоров. Мы получали сразу премии только с двух тысяч долларов. Тогда выплачивали, не было тысячи, поэтому вам очень-очень повезло. И одна из первых премий, которая 2000 долларов, проходит это в Ялте, в Интуристке. И вы видите, вот фотография очень плохого качества, но она единственная, больше у меня другой нет. И мы ее отсканировали, и то ее кто-то нам делал, вы видите, впереди стоят чьи-то головы, чьи-то руки. Но это лучший вариант, который мне остался для моей памяти и для моих воспоминаний. 2000 долларов, Скиба, Зиборово, Анцуповы и чемоданы. Чемоданы Самсонайт, очень известная фирма. Чемодан стоит от 500 до 700 долларов, компания тогда дарила эти подарки. Следующий банкет был, это Сапфировый директор, чек 4000 долларов. Все, кто сейчас понимает, кто получил чеки 3000 долларов, я вас поздравляю, это очень круто и очень здорово. Я знаю, что есть старшие золотые директора здесь на вебинаре. Напишите, пожалуйста, кто получил чеки 3000 долларов. То есть, когда мы росли, этих чеков не было. То есть, посмотрите, как компания благодарит своих людей. Вика Червона, я знаю, Кодоровы, Сроловы, Гапонова, Анечка, Света Васюкович, Черненко, Лена, Наташа Садовая, Кодоровы. Да, вот посмотрите, сколько людей, которые получили по 3000 долларов. Вы видите, вот плюсики. Раньше не было этого, вы счастливы, потому что следующие чеки, они дальше идут, 4000 долларов. Компания проводила банкет, и у нас были ведущие Ангелина Вовк и Евгений Меньшов. Если на прошлом вебинаре, который я вам показывала, был ведущий Якубович, Леонид Якубович, правильно я сказала? Пусто, я забыла. Правильно, да? О, Зинаида Цапова, тоже поздравляю вас, недавно был у вас день рождения. То есть, вот такие звезды, которые были ведущими, вы знаете, это просто потрясение. Следующее звание, это были бриллиантовые директора, мы закрыли бриллиантовых директоров. Это был 2004 год, я как раз только родила второго ребенка. На сцене всего лишь было два бриллиантовых директора. Мы с Виталием и Светлана Дубовая, и наши АСМы, которые нас поздравляют с Андреянова и Птущенко. Я хочу вам сказать, на самом деле очень здорово, когда ты находишься в декретном отпуске, переходишь во второй декретный отпуск и получаешь вот такие деньги. Вот вы понимаете, от первого декретного отпуска до второго у меня чеков сложилось 6, 4 и 2, это получается 12 тысяч долларов. Следующий чек, который был, это был 10 тысяч долларов за дважды бриллиантовые директора. Я уже опускаю 8 тысяч долларов, которые мы получили, и с 8 тысячи получили 50 тысяч долларов. Будет фотография, я вам ее покажу. Думала ли я, обычная девочка из провинциального города Донецкой области, города Янакиева, что я буду получать вот такие деньги, буду блистать вот таких платьев. Думал ли мой муж, который являлся шахтером, опускался под землю, что он будет одевать смокинг? Нет, никто из нас этому не думал, никто не думал. И помните, как я вначале говорю, что я думала, я поиграюсь 2-3 месяца и брошу. Вот вы знаете, очень здорово, что хватило мудрости, сил и поддержки мужа, чтобы не бросить Арифлейм. Ведь на самом деле Арифлейм стал делом своей жизни. Я понимаю, что дело это очень упорное. И последний чек, вот он не последний, я хочу вам сказать, уверить. Вот чек, который мы получили с Виталием, это максимальный чек 24 тысячи долларов. Мы стали исполнительными директорами. То есть он крайний. Спасибо, Вика, немало слова найти. Это точно, крайний чек. Вот вы знаете, когда подошла ко мне Вика Комлева, которая организовывала этот банкет, королевский бал. Вы знаете, она подошла ко мне и говорит, Монакова, тебя сейчас будет поздравлять такой мужчина, ты только в обморок не падай. Ну, я понимаю, что, думаю, наверное, нужно уже приготовиться, упасть в обморок. Сейчас думаю, ну, Магнус не прилетел, Йокник тоже, это я знала. Ну, думаю, ну, кто ж там за сюрприз. Подводят какого-то мужчину. А она видит, что я не узнаю и не понимаю, о ком, кто это. И она смотрит на меня, знаете, ну, помните нашу Вику Комлеву и говорит, только не говори мне, что ты его не знаешь. Только не говори, не спрашивай меня, кто это. Ну, я ничего не могу ей сказать. Я говорю, Вик, скажи мне, пожалуйста, кто это. Она говорит, это Богдан Ступко. Я, конечно, вообще остолбенела. И я говорю, вот это да. Мне пришлось улыбаться. Но я не смотрю телевизор. Я уже забыла всех актеров. До определенного момента, когда вот до того, ну, наверное, до золотого директора я еще смотрела телевизор. После золотого мне некогда было его смотреть. Я хочу сказать, вот я смотрела и думала, ну, надо изображать, что я счастлива, впечатлена. Потом думаю, подожди, пусть он радуется, что он поздравляет такую красавицу. Да, Виталичка, спасибо, Ступко, да. И я скажу, и пусть поздравляет такую красавицу и такую сегодня красивую, хорошую, семейную пару. Вот это точно. Вы знаете, и все, я успокоилась и думаю, ну, что ж, не узнала я его. И так и быстро. Поэтому, вы знаете, вот этот момент, он очень, конечно, был и смешной, и в то же время, вот он был запоминающийся. Ведь на самом деле у нас очень много таких моментов, которые нам ярко и запоминаются. Я хотела бы показать, что произошло за эти 18 лет. За эти 18 лет организовалась команда. Команда, это один из выездных семинаров, я показываю. У нас каждый год выездные семинары, когда мы запускаем шары в небо, когда мы вместе обучаемся. Самое большое количество людей на выездном семинаре было 320 человек. А начинали мы с 12. Вот понимаете, начинайте с любой цифры, и все прирастет. Конечно же, мы организовывали поездки на заводы. Я скажу вам, я такой человек, помимо того, что я любопытный человек, я люблю все себе, все на себе проверять. Это мы сейчас, я показываю вам фотографию. Значит, это мы ездили на завод в Польшу. Мы проверили, точно ли не подделка, потому что очень многие всем говорили, о, это подделка, Швеция, не может. Вот тут написано на баночках Польша. Это польская подделка, Арифлейн. И мы решили поехать на завод в Польшу и проверить. Я вам хочу сказать, такого уровня, уровня чистоты, уровня отношения, качества к товару, к продукту, к нашему. То есть мы нигде такого не видели. Следующие поездки у нас были в Стокгольм на завод, в Швецию, где изготавливаются наши туалетные, наши гели для душа, некоторые туалетные водички. И последняя поездка вот была у нас, ну, не так давно, наверное, это года два назад, была в Игелезу на родину Веллнес. Там, где живет наш создатель, Сихсен, который создал витамины, омегу, астоксантин, коктейли. То есть вот эти вещи, которые... То есть мы любопытные люди, мы должны быть уверены в качестве продукта, и мы поехали туда. Мы посмотрели, мы поняли, что это очень высокий уровень и достойное качество. И те люди, с которыми мы сотрудничаем, это очень важные, ну, очень высокие люди, которые отличаются за свои слова и за свои действия. Я, конечно, хочу поблагодарить. У нас сейчас в чате присутствует Леночка у монет. Она нам и помогала организовывать эти поездки. Это золотой директор нашей команды клуба «Умного маркетинга». Поэтому, Лен, спасибо тебе большое. До сих пор вспоминаем эти поездки. И мне хотелось, чтобы мы сейчас подошли с вами к такому вот... Это вот такая небольшая история. Вот она, наверное, так в 15-10 минутах. История успеха, как мы росли и что на сегодняшний день мы представляем, какая у нас команда. Мне бы было интересно... Дайте мне обратную связь. Интересно было вам сейчас это слушать или нет? Поставьте, пожалуйста, пятерочки. Если вам было интересно. Хорошо. Отлично. Спасибо. Спасибо. И мне хотелось поговорить, вам показать слайды от нашего квартального форума, который был не так давно, в эту субботу, и поговорить об этом. О нашем времени, в котором мы сейчас находимся. Ну, и вы видите вот такой слайд. Я ничего не стала с ним делать, там не убирать. Вот как он был, так и есть. Немножко статистики. Что сегодня мы имеем? В 2010 году работающих людей было больше. Вот на 10 работающих приходилось 9 пенсионеров. В 2020 году статистики показывают, что будет 10 работающих и 10 пенсионеров. И мы с вами понимаем, в любом государстве, любой страны, налоговая база и пенсионный фонд, они взаимодействуют. И отчисления налоговиков, ну, люди, которые работают, предприниматели, идут в пенсионный фонд. Мы с вами это знаем. Поэтому вы видите, что в 2030 году работающих людей будет гораздо меньше, а пенсионеров добавится. Поэтому, дорогие мои, вот хотелось немножечко поговорить на эту тему. Те люди, которые работают, те люди, которые еще совмещают свое рабочее место, там, с бизнесом Арифлейм. Мне бы очень хотелось, чтобы вы понимали, что нагрузка на налогоплательщика, она возрастет. Положительно это или отрицательно, не знаю. Но мне кажется, что вот эта картиночка, она покажет, что один работающий будет вот так вести много-много пенсионеров. И что нужно для этого? Нужно задуматься, а что нас ждет дальше? Средняя пенсия по Украине. Я была бы благодарна, если бы мне написали в каждой стране, какая пенсия. Это 2000 гривен. Минимальная 1300. А средняя 2000. Мне было бы интересно, сколько средняя пенсия в Белоруссии. Сколько средняя пенсия, ну, вот, или минимальная в России, в Казахстане. Пожалуйста, ребят, напишите. Нам было бы всем интересно. 1200 это минималка, да. По Украине 800, но я знаю, 1200 у меня мало получает. Угу, Васюкович, Света, 1200. Ну, просто проработать 40 лет в Болгарии 150 евро. Пожалуйста, в Белоруссии это сколько, ой, нули не успеваю посчитать. В России 6800, в России 8000, в зависимости от региона, угу, 1100 по Украине, так. Ну, вы понимаете, что 130 долларов, Марина Барановская нам написала, ага, в Белоруссии 2 миллиона, в Кыргызстане 100 долларов, 2 миллиона средняя в Белоруссии. 100 долларов, она за речь, это тоже Белоруссия, все понятно. То есть, это все очень маленькие деньги. И мы понимаем, что самые лучшие годы, когда вы молоды, когда вы красивы, когда вы полны сил, вы отдаете на предприятия, на фабрики, на заводы, на какие-то фирмы. Мы не осознаем, что есть время и нужно работать на себя. И вот если сравнить с лестницей успеха, где мы можем получить свои 2000 гривен. Давайте будем говорить за 2000 гривен. Это 15-12% по лестнице успеха. То есть, это мы понимаем, что еще впереди. Еще все, и вся карьерная лестница впереди. Вот мы видим 12% и мы можем посмотреть. Немедленная прибыль, уровень 12% по плану успеха. Подарок от Арифлейм плюс. И бизнес-класс 50%. Вы видите расчет дохода, немедленной прибыли, объемной скидки. Итого, вы видите подарки, которые по Арифлейм плюс и по бизнес-классу мы можем купить за 50%. Здесь показано саксантин и туалетная водичка. 2021 гривна. То есть, это у нас может получить эти деньги 12%. Скажите мне, пожалуйста, стоит ли ходить 40 лет на работу, на которой платят, после выхода, на которую на пенсию будут платить 100 долларов, либо 50 долларов, как в Украине. Нет, конечно. Это однозначно. И я это понимаю. И вы это понимаете. Потому что наша жизнь в наших руках. Что может мотивировать нас вставать и идти делать? Нас могут мотивировать наши дети. Те, у кого еще нет деток, у вас все впереди. Я понимаю, что этот период, когда нет деток, вы еще молодые, амбициозные, хочется красиво выглядеть, красиво одеваться, красиво обуваться. Поэтому здесь мотивация хорошо выглядеть. У тех, у кого есть дети, конечно, нужно кормить детей. И то, что ребенок покажет пальчиком, мама, я хочу, папа, я хочу. И вы не будете стоять с кошельком, заглядывать в него и говорить, а у нас сегодня нет денежек. Мы вот давай получит бабушка пенсию, и тогда тебе это купят. Конечно, вот Инна мне подсказывает, еще есть и внуки. Это тоже нас мотивировать должно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами задумались об этом. Да, сейчас на этом примере показан пример Новэйдж, серии Новэйдж. Ведь на этих примерах могут быть другие продуктовые наборы. Вы согласны со мной? И мне хотелось поговорить о том, что, когда мы приходим в Арифлейм, сначала мы приходим как потребители, просто для себя. Спасибо. Мы приходим как потребители, сначала для себя, потом мы приходим, пробуем себя. А давай, может быть, бизнес попробуем, команду построить. В итоге, когда начинает получаться, потому что помогает, тут подключаются все, подключается менеджер, подключается верхний спонсор, директор. И ты понимаешь, у тебя начинает получаться, все растет. И в этот момент ты понимаешь, что, слушай, интересное дело, надо его дальше продвигать. И приходит решение становиться предпринимателем в бизнесе Арифлейм. В каждой стране мы открываем частное предпринимательство, платим налоги. Это официальный статус, вы являетесь частным предпринимателем. И вам точно так же идет стаж и пенсия, если бы вы работали на своей работе на предприятии. И это очень здорово. Когда только начинали сформироваться налоговые базы разных стран, тогда вот я вспоминаю свой пример, когда моя мама говорила, доченька, Арифлейм так ненадежно, вдруг это очередной МММ, Леня Голубков, купи жене сапоги. И, знаете, мы так смеялись, вспоминали эту историю. И она мне говорила, мне бы очень хотелось, чтобы ты нашла себе работу стабильную, потому что, ну, такую, как завод. Вот завод стабильный, а вот твой Арифлейм нестабильный. И как только Украина приняла законодательство, что частные предприниматели имеют статус такой же, как и работающие люди, идет им стаж и пенсия, я пришла и сказала, это маме, мама успокоилась и сказала, слава богу, ты у меня теперь пристроена. Ну, еще долго, конечно, она возмущалась, она считала, что это ненужное дело. Ну, когда я закрыла звание бриллиантового директора, сначала она до золотого директора говорила, доченька, это ненадежно, брось, доченька. Но, знаете, как наши родители, они же хотят нам самого лучшего. И если вы, хватит вам сил и терпения выстоять, у вас все получится. И вы знаете, у меня был такой период, когда я была уже близка к тому, чтобы согласиться и сдаться, и сказать, ну, ладно, она говорит, у тебя работа такая, можно по сменам там. Ну, ты же пойми, вы знаете, вот не сердитесь на родителей. Ваша задача просто, ну, показать результат. И для меня это очень важно было. И вы знаете, когда вот до золотого директора, еще сапфировый директор, я привозила фотографии, привозила чеки, показывала. А она смотрела, качала головой, говорит, я рада, конечно, за тебя, но хотелось бы, чтобы что-то было понадежнее. А я говорю, мам, 4 тысячи долларов, куда еще надежнее. Посмотри команда, посмотри уже золотые конференции. И как только, ну, когда мы стали бриллиантовыми директорами, вы знаете, я приехала к маме, показала чек, фотографии. И, знаете, ну, ничего не поделаешь, старой закалки люди, да. И она говорит, доченька, ну, я вижу, у тебя все хорошо. Как хорошо, что у тебя хватило ума не слушаться меня. Как хорошо, что ты не бросила. Вы представляете, вот нужно было, ну, я не знаю, сколько выдержать родительскую атаку. Я даже не знаю, ну, сколько это было. Ну, наверное, это было 8 лет. Вот 8 лет я выдерживала мамину атаку бросать бизнес, бросай, это не твое. А ведь наши близкие люди, они же хотят нам самого хорошего, вы же это понимаете. Я хочу вам дать рекомендации, что если вы, ну, занимаетесь, ну, допустим, женщина с ними занимается, а муж не поддерживает, то есть, когда приходите домой или находитесь дома, никогда не жалуйтесь, ой, я устала, я тут, не жалуйтесь, потому что, как правило, муж тоже будет вас оберегать и будет вам говорить, слушай, да зачем оно тебе это надо, бросай. Поэтому вот вы можете пожаловаться верхнему спонсору. Верхний спонсор, он является вашим таким вторым родителем. Вот вы можете, знаете, есть такое выражение, негатив вверх, позитив вниз. Поэтому вверх вы можете поплакаться, посморкаться в жилетку, а пожаловаться то, что получается или не получается, все к верхнему спонсору. Он на то и верхний спонсор, что он выдержит все. Ну и мы идем дальше. Очень важно, когда вы принимаете решение стать, очень как-то плохо видно, надо было выделить текст, голубым плохо видно, принимаете решение стать предпринимателем, то достижение вашего успеха зависит на 90% от ответа на вопрос «Зачем?». И всего лишь 10% от ответа на вопрос «Как?». То есть вам нужно знать, зачем вы пришли в Арифлейн, зачем вам это надо. Каждый раз, когда у вас не получается, или каждый раз, когда вы устали, обязательно себе задавайте такой вопрос. «А зачем я это делаю?». «Зачем мне это надо?». Вот момент цели, вот все зависит от того, какую цель вы поставили в начале пути. И как вы, и эта цель, мотивирует она вас или нет? Если эта цель не мотивирует, то тогда вам действительно нужно поискать другую цель. И мне хотелось немножечко, да, цель обязательно. Где мы находим кандидатов? Конечно же, это теплый рынок. Теплый рынок. Теплый рынок – это онлайн, оффлайн, это люди, которых мы знаем, люди, с которыми мы дружили или дружим, поддерживаем отношения. Кто эти люди? Это близкие люди. Это самые надежные и самые проверенные люди. Вторая категория – это люди в интернет, которые находятся в поисках работы. Такие люди есть, и мы с вами знаем. Единственное, что мы с ними не знакомы, поэтому продолжительность выстраивания отношений идет более длительный процесс. Но нам нужно быть к нему готовым и понимать. Люди в интернет, которые… Третья категория – люди, которые в интернет и которые не находятся в поиске работы, они просто болтаются, они просто проводят время. Либо в соцсетях, либо еще где-то, либо в чатах, либо на форумах разных. Поэтому вот где мы находим кандидатов. Я понимаю, что практически каждый из лидеров точно так же работает, как и мы. Вот такая регистрация в три шага. Вот такая схемка, которая будет понятна для вас, для новичков, которые слушают. Мы знакомимся с людьми, делаем сообщения, делаем предложения, выходим на телефон или скайп и потом уже регистрируем. Вот такая вот очень простая схемка. Она понятная, то есть очень обзорная. Новички, понятно это вам? Напишите, поставьте двоечку. Отлично. И, конечно, система запуска новичка сейчас в онлайн, так как мы стартуем, стартовали в интернет-проекте, международный проект бизнес новой эпохи. Хочу сказать, достаточно большой проект, в нем находится очень много команд. Одна из команд, это наша команда. Команд очень много, очень много сильных лидеров, сильных спикеров, которые вы будете слушать дальше или слушали раньше. Очень все достойные, очень уважаемые мной люди. И вот система запуска новичка, правило трех О. Организовать личный товарооборот, организовать обучение и организовать поток людей в команду. Вот они, пожалуйста, вы видите, да, вот Лена Листочка знает их и знает вся команда кодеров, все знают об этом. Поэтому правило трех О, они, никто их не отменял, пожалуйста, пожалуйста, используйте это. И три причины, почему нет результата. Вот если вы делаете это, обязательно со своими спонсорами, со своими наставниками свяжитесь, что нужно делать по шагам, поэтапно, чтобы не было у вас каши в голове. Это очень важно, потому что на начальном этапе торопиться не нужно. Здесь не стоит спешить, потому что если вы поспешите, то очень будет много ошибок и будет разочарование. Поэтому три причины, почему нет результата. Неправильно делать, либо много, мало делать, или делать вид, что делаешь. Вот есть такой момент, конечно, знаете, как видимость работы, она создается. Поэтому мне бы хотелось, чтобы она не создавалась, а чтобы вы делали. Это один из важных аспектов. Согласны со мной? Напишите, пожалуйста, есть ли у вас такие новички, которые делают вид, что они делают, или партнеры. Да, сам себя не обманешь, Маргарита, согласна с вами. Согласна. Бизнес, деньги, Арифлейм, предпринимательство. Да, есть такие, ребят, я вам хочу сказать, на самом деле, чтобы вас не расстраивало, даже когда мы проводили семинары оффлайн, в которые приезжали люди из разных городов, мы понимали, что на самом деле есть три категории людей. Первая категория – это люди, которые приехали за информацией. Это 30% людей в зале, если в зале находятся тысяча человек. Есть 30%, которые просто приехали выгулять платье, выгулять новый наряд, где-то потусить, ну вот просто показать себя. А еще 30%, которые не определили, нужен ли им Арифлейм, или быть просто в группе поддержки. Ну вот еще просто приехали, чтобы понять, нужно им это или не нужно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы к нам с вами в команды приходили вот первые 30%, которые определились и которые знают, для чего им это, зачем им нужно развивать бизнес. И почему многие хотят свой бизнес? Вот мне хотелось, чтобы мы с вами поговорили на эту тему. Что нам дает бизнес? Бизнес нам дает свободу, деньги, реализацию наших мечт. То есть покупка квартир, покупка машин, ремонт квартир, норковые шубы, сапоги, поездки, отдых с семьей. То есть это то, что ты можешь прийти и купить ребенку, на то, что он покажет пальчиком, а не то, на что у тебя хватит денег. То есть вот за этой мечтой, за свободой, за деньгами, реализацией мечт приходят в бизнес. Конечно же, сотрудничество и партнерство. Очень важно, с кем ты работаешь в партнерстве. Я знаю, что есть люди, которые являются предпринимателями и есть свои бизнесы. Очень важно, насколько надежный твой партнер. Ведь правда, для меня это один из важных моментов. Кто твой партнер? Можешь ли доверить ему деньги? Можешь ли доверить товар ему? Даже если говорить, брать традиционный бизнес. И в моей жизни, вот первым моим бизнес-партнером, это был муж и является, и я хочу вам сказать, я понимала, что можно доверить и бизнес, и товар, и деньги. И он точно так же мог доверить мне, и бизнес, и товар, и все остальное. И когда уже пришел Арифлейм, мы понимаем, что это очень важно. Кто является у нас партнерством с вами? Это компания Арифлейм. Компания себя показала, насколько она надежна. Мы об этом чуть позже поговорим. В бизнесе обязательно есть ответственность. Без ответственности нет бизнеса. Мы это с вами понимаем. Какие есть риски бизнеса? Давайте мы поговорим. Я знаю, что многие в моей команде делают свод-анализ. Я помню, что я выступала на вебинаре и просила вас сделать свод-анализ. Помните? Сильные и слабые стороны, угрозы и возможности бизнеса. И вот мы поговорим о угрозах бизнеса. Какие есть угрозы в традиционном бизнесе, в нашем бизнесе сетевом? Какие есть риски? Риски бизнеса – это кризис. Вот кризис, в котором мы сейчас все живем. Все страны, все СНГ живет. Кризис – дефолт, валюты национальной, доллар, евро повырастали. Скажите, пожалуйста, можем ли мы влиять с вами на курс валюты? Вот напишите, кто может, вы лично можете повлиять на курс валют? Ну, на то, что они вырастут. Доллары, если доллар растет, как вы влияете? Ну, никак не влияете. Ну, действительно, мы не влияем на это. Скажите, пожалуйста, а в этот момент, когда курс растет, если мы продавали гели, ну, условно, там 12 гривен, сейчас они стоят 50-60 гривен, к нам могут прийти другие клиенты? Конечно, могут прийти другие клиенты, те, которые всегда покупали более дорогой продукт. Их продукт, к которому они привыкли, он еще больше подорожал. Эти люди, которые привыкли к более дорогому продукту, они тоже считают свои деньги. И я вам хочу сказать, это один из важных моментов, что при кризисе всегда приходят более платежеспособные люди. Всегда приходят более платежеспособные клиенты. И это очень хорошо. Те люди, которые очень тяжело с вами расставались деньгами, там, просили рассрочку, они уходят просто в никуда, они просто отсеиваются, отваливаются. И слава Богу, потому что вам уже надоело вести учет всех своих должников в отдельном блокноте. Такой был у меня период. Сезонность бизнеса. Вот скажу вам, вот сейчас высокий сезон. Сейчас, 23 февраля скоро у нас будет, это завтра. Мы будем поздравлять своих мужчин. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех мужчин нашего бизнес-проекта, бизнеса новой эпохи, клуба умного маркетинга. Хочу поздравить вас с наступающим мужским днем. И мы вас очень-очень любим. Мы ценим ваше надежное плечо, вашу поддержку, потому что вы удивительны. И самые лучшие мужчины, это мужчины в Арифлейм, мужчины в этом бизнесе, потому что на сегодняшний день время мужчин пришло в бизнесе Арифлейм. Сейчас женщины, конечно, мужчины, без вас мы никуда. С этой техникой, с этими программами, без вас мы никуда. Вот вы видите, мужчины, это аплодисменты вам, мы вас поздравляем с наступающим праздником, мы вас очень любим. И для нас вы очень-очень важны и нужны в нашей жизни. Поэтому вот я сейчас, Виталику каждый день об этом говорю, Виталюша, сейчас время мужчин в Арифлейм. Вот если раньше девочки могли делать мастер-класс в офисе, и мужчины сидели и ждали, когда можно было отвезти, привезти жену, то сейчас время мужчин. Теперь мы бегаем, носим компьютеры, носим провода, чтобы у наших мужчин все работало с техникой. Девчонки меня поддерживают. Спасибо вам, мужчины, что вы с нами. Вот сейчас сезон, очень высокий сезон продаж. 8 марта, 14 февраля. Да, вот видите, сколько про мужчины, но очень важно. Будет лето, будет спад продаж. В сентябре люди будут копать картошку, отправлять детей в школу. Новый год будут готовиться к новогодним праздникам, новогодние подарки. Весной выходить на свои дачи. Вот такой вот сезон в бизнесе, он существует. Но я скажу вам один момент. Самый лучший сезон для приглашения людей в бизнес это сегодня. Это сегодня, завтра, послезавтра. Если вы только примите это как установку, для вас не будет сезонности бизнеса. Что он там, хороший каталог, плохой каталог, хорошие продажи, плохие продажи. Как только вы примите, что мы рекрутируем, вне зависимости, какой каталог, праздничный или не праздничный. Если мы с вами работаем, и на спасибо, в удовольствие ежедневно, то тогда у нас все будет получаться. Ну и, конечно же, как мы можем с вами влиять на законы, которые происходят в государстве. Никак. Ребята, вот никак мы не влияем. Если примут налоговый кодекс, повышение налогов для налогоплательщиков, для нас с вами, мы на него никак не повлияем. Если примут решения еще какие-то, сделать подвижки, никак. То есть наша задача подстраиваться, наша задача, вот знаете, наша задача быть все время в тонусе и не, знаете, как, держать себя в тонусе и не расслабляться. Потому что на самом деле, когда ты расслабился, наступает зона комфорта, и ты тебя просто начинает выбивать. Ну и еще, что нам может не двигать бизнес, это, конечно же, личные страхи и неуверенность в своих силах. Поэтому, если у вас не хватает уверенности, пожалуйста, к вашим верхним спонсорам, к вашим наставникам. Я уверена, у вас все-все-все получится, потому что вы находитесь в очень сильной команде, очень сильными партнерами. И я пока, вот на такой картинке ведро денег вам искренне желаю. Можно, можно ведром, можно вот такими пачечками, кому какие нравятся. И я вам хочу сказать, мы сейчас с вами проговорили, вот дала вам такой зонтик, чтобы вы понимали, какой, что во время кризиса, наоборот, идет очень бурный рост. Мне хотелось вот привести вам пример. За 18 лет работы за это время прошло 4 кризиса, когда мы с вами, ну вот, как только начали мы работать. и в 98-м году увеличился доллар в два раза. Мы тогда в тот момент купили машину, машину купили за 3 тысячи долларов, отдали сразу 2 тысячи долларов, и тысячи долларов договорились в рассрочку. И в тот момент, когда мы договорились в рассрочку, доллар вырос в два раза. И мы проснулись утром, должны были тысячу, а стали должны 2 тысячи долларов. И этот, конечно, момент, я вот с прошлого того момента перестала смотреть телевизор, потому что сводки такие, насколько курс доллара вырос. Если вы помните, в 14-м году в Украине вообще был обвал такой, что курс доллара вырос до 40. Сейчас он на 27 снизился, но он вырос с 8, с 8 до 40. Вы помните этот период, конечно, те, у кого были деньги в долларов, никто не пожалел, а те, кто вырос, а те, у кого были они в национальной валюте, то, конечно, очень много потеряли. Потом в 2004 году в Украине была помаранчевая революция, тоже этот момент был. Потом изменения в налоговом кодексе, когда налоговики нам поставили 40% налогов, оплаты, и шведы нам помогали, 23% доплачивали нам, и мы все так все возмущались, мы не понимали, что шведы нам помогают, поняли чуть позже, успокоились. Мы понимаем, Арифлейн всегда поддерживает лидеров, Арифлейн всегда помогает нам, в любой стране, в любом государстве, и я хочу сказать, для меня вот эти 4 кризиса, они для меня самые важные оказались, когда тяжело и как компания отнеслась, что компания не бросилась, и компания сказала, выплачивает премии по курсу Натсбанка каждой страны, это очень большая поддержка, компания продолжает отправлять своих лидеров на конференции, выплачивает бонусы для менеджеров, ну скажите, напишите в чате, кто был на конференции в Египте, либо на золотых конференциях, поставьте, пожалуйста, семерочки, кто был на каких-либо вообще конференциях, ну хотя бы последние вот эти два года, последние два-три года, поставьте, о, сколько семерок у нас, я водички поплю, отлично, посмотрите, сколько семерочек, сколько людей были на конференциях, это, я говорю, за последние два года, эти два года, вот сегодня шестнадцатый год, 2014 года начался кризис, и компания не сказала нам с вами, ребята, все подорожало, вот представьте на минуточку, дорогие мои, ребята, все так подорожало, мы не можем себе позволить провести конференцию, давайте мы ее отложим, давайте мы ее перенесем до лучших времен, скажите, пожалуйста, на минуточку, кто-нибудь из вас может себе такое представить, я нет, я нет, и даже если бы компания нам это сказала, мы бы каждый из вас, каждый, сказали, да, конечно, мы понимаем, такая ситуация, конечно, но мы бы вошли в положение компании, но наши шведы молодцы, они не позволили, они сказали, если мы пообещали, мы люди слова, если мы пообещали, то мы должны сделать, и на глобальном уровне компания проводит конференции, золотые, бриллиантовые, несмотря на то, что кризис в странах, на то, что некоторые страны не показывают прибыли, вы понимаете, насколько, вот Таня Иванова, вы написали, сколько стоит перелет в Египет, напишите нам, пожалуйста, сколько стоил перелет в Египет, для того, чтобы отправить вас в Египет, сколько было компаний, сколько было участников, 2000 человек, или 4, напишите, пожалуйста, и компания оплатила каждого, вы можете себе представить, 15 тысяч гривен, да, и было 2000 участников, вот представьте, и компания, вот умножьте эти 2000 человек на 15 тысяч, ребят, это, ну, считайте, ну, у кого там 16, почти 300 тысяч, правильно я посчитала, может, я неправильно посчитала, и компания сказала, извините, это вот самолет нам дорого обходится, как-нибудь сами доберетесь до Египта, а мы вам там конференцию уже организуем, это только, да, это без проживания, и сколько бы добралось людей до конференции, да я не думаю, человек бы, ну, может быть, человек 500 бы и добрались, остальные полторы тысячи, никто бы не стал ехать, и я бы хотела вам показать вот такие вот рекомендации от Елены Монаковой, я понимаю, что мы сегодня с вами говорили о мотивации, мы говорим с вами об истории успеха, о том, как мы росли, вот рассказала историю своей семьи, спасибо большое, 32 миллиона гривен, да, мы говорили сегодня с вами об этом, и я понимаю, что это было вам интересно, если вы сейчас находитесь в чате и пишете в нем, и хотела бы вам вот эти рекомендации зачитать, если вам не комфортно, то значит пришло время для вашего роста, создайте себе свое видение, ведь очень важно, когда у вас есть видение, куда вы идете, важно, что вы хотите, и один из аспектов, мотивируйте себя сами, не должен вас мотивировать спонсор, не должен вас мотивировать вебинар или семинар, или еще что-то, вы должны внутри себя, вас ничего не будет двигать, если вы не будете и сами не найдете ту точку, которая вас заведет, и вы как заводные будете двигаться сами, потому что вопрос зачем, он очень важный, помните о своей цели, зачем вам это нужно, если вы не нашли себя, и вас это не мотивирует, то вопрос, найдите себе другую цель, вы должны гордиться тем, что вы делаете, вы должны любить Арифлэн, если вы не любите и не гордитесь, это не ваш вопрос, и не ваш, не то, что не ваш вопрос, это не, ну, вам это не нужно, понятно, что человек, который первый раз вот слушает меня и думает, боже мой, это почти как фекта, зачем это надо, я вам показала свои деньги, я показала свои чеки, показала команду, показала поездки, конференции, это то, что мне за 18 лет работы дало Арифлэн, ребят, это то, что дало Арифлэн, а ведь я, когда начинала, я была уверена, что я 2-3 месяца поиграю и брошу, вы понимаете, вот как меняется у нас на самом деле, как у нас все меняется, наши мысли, когда мы входим во вкус и начинаем находить свое зачем, найдите нечто большее, чем просто зарабатывание денег, подумайте, что вы можете дать сообществу, что вы можете дать миру, что вы можете дать своему окружению, здоровье, чтобы рассказать о витаминах, о коктейлях, продлить молодость, конечно, продлить молодость, каждая женщина, каждый мужчина хочет выглядеть моложе, и сейчас это ни для кого не секрет, наше население планеты будет больше людей старшего возраста, чем молодежи, и я хочу вам сказать, Анечка мне тут подсказывает, спасибо, что за это время, за 18 лет, сотрудничая с Арифлейм, мы посетили с мужем 50 стран мира, ребят, 50 стран, я когда говорю, вот находясь здесь, в Харькове, знакомлюсь с новыми людьми, они, конечно, все в шоке, они говорят, за 18 лет 50 стран, я вам скажу так, что на самом деле, ну, этого достаточно, чтобы говорить о том, что классный Арифлейм или нет, вы понимаете, вот достаточно того, что он тебе помогает, и, знаете, вот мне всегда говорят, когда люди говорят, вот станешь золотым директором, получишь 2000 долларов, станешь директором, получишь 1000 долларов, ну, вот честно хочу вам сказать, мне всегда деньги мотивируют, и вы это знаете, и думаете, ой, какой объем работы делать, да ну эти деньги, а когда ты начинаешь увлекаться, то есть к тебе приходит этот азарт, и ты понимаешь, блин, да так интересно, так здорово, ощущение драйва, ощущение энергии, ты знакомишься с людьми, у тебя появляется новый социальный круг людей, которыми ты никогда в жизни бы не познакомился, эти люди тебе помогают найти других людей, которые, и вот идет вот такая, знаете, цепная реакция, ты понимаешь, как здорово система работает, поэтому очень важно, в этом бизнесе, если вы только-только пришли, быть год, вот за год, год это показатель, что у вас получится в этом бизнесе, поэтому, а если у вас уже есть результаты, я вас поздравляю, вы большие-большие молодцы, и планируйте, без планирования не выжить никому, и вы это понимаете, и, конечно же, личный пример, личный пример во всем, и вы всегда являетесь лицом своего бизнеса, помните об этом, как вы выглядите, что вы постите на страницах, на своих соцсетях, на своей основной странице, посмотрите, как вы выглядите, смотрите об этом, потому что вы своим внешним видом говорите о том, что вы Арифлейм, Арифлейм это косметический бренд, поэтому вы должны выглядеть всегда хорошо, я вижу, что вы уже начали писать, кто какой, сколько посетил стран, напишите, пожалуйста, сколько стран вы посетили, это будет очень интересно для нас, я знаю, что у нас есть чат, и тут и золотые, и старшие золотые, и социированные директора, и бриллиантовые, вот мы видим, 2, 3, 5 стран, 15 стран, 2, 4, 9 стран, 5 стран, посмотрите, как здорово, 7 стран, 3 страны, 15, 8 стран, 1 страна, прекрасно, я хочу вам пожелать, те, кто не поставил никакой циферки, кто не поставил никакой циферки, у меня большая, я хочу вам пожелать, чтобы у вас, начиная с этого года, вы уже начали путешествовать, загадайте себе, сколько бы вы хотели, в какой бы вы стране хотели очутиться, поставьте, скачайте обои на рабочий стол своего компьютера, и поставьте эту страну, в которой бы вы хотели побывать, кто-то может быть в Венеции, кто-то в Таиланде, кто-то в Швеции, фотографируйте и поставьте себе заставочка, это будет ваша карта желаний, вы будете к ней приближаться, это будет здорово. И я хочу закончить свое выступление вот этим слайдом, этот слайд для меня, сейчас мой девиз, мечта каждого из нас построить жизнь, которой можно гордиться, и я хочу, чтобы каждый из вас, как я говорю, у меня мурашки сейчас идут, и каждый, хочу, чтобы каждый из присутствующих построил такую жизнь, которая мог сказать, а жизнь моя удалась, и я горжусь своей жизнью. И я хочу пожелать, чтобы каждый участник сегодняшнего вебинара был участником на золотой конференции в 2017 году на лайнере мечты. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня на этом вебинаре. И мне очень было бы полезно, и очень было бы здорово, если бы вы мне написали в чате, чем вам был интересен мой вебинар, чем была интересна моя история, напишите, пожалуйста, а мы все почитаем вместе, и будет нам тоже полезна вот обратная связь. Пожалуйста. История успеха вам понравилась. Спасибо. Результаты. Вдохновляющая история. Да, согласна с вами. Никогда сама не поверила, что это я. Но фотографии подтверждают это. Да. Да, хорошо. Результаты, рекомендации. Спасибо. Огромный стимул для достижения цели. Чеки. Нельзя забывать свою историю. Да, ребята, действительно. Правила трех О. История успеха. Супер, отлично. Вы знаете, я скажу вам, вы начинайте уже свои фотографии. Вы начинайте уже свои фотографии, так как вы начали сейчас. Или кто-то уже сколько в бизнесе. Составляйте свои истории успеха. И однажды на вебинарах вы будете их рассказывать. И вы будете говорить. Моя мечта построить жизнь, которой можно гордиться, осуществилась. Я горжусь своей жизнью. Я хочу вам пожелать всего всем самого-самого наилучшего. И еще хочу сказать, сегодня у нашей замечательной девушки, самого лучшего бизнес-партнера нашей, нашей команды. У нас много лучших партнеров. Я очень люблю всю нашу команду. Сегодня у Светы Бережной день рождения. Мне было бы приятно, если бы вы написали Свете на Фейсбуке, в Одноклассниках, поздравили Свету с днем рождения. Пожелайте ей долгих лет жизни, счастья, здоровья и роста в нашем онлайн-проекте. Света у нас просто замечательная девочка. Просто такая юная, озорная. Мы очень-очень любим. Спасибо вам. Всем пока-пока и до новых встреч. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok